Вот вода в бутылках. И вот вода у меня в выварке. Запасы воды в квартире пенсионерки Аллы есть постоянно. Напора воды в кране часто не хватает даже на то, чтобы помыть посуду, либо постирать. Иногда её вовсе отключают. Могут без предупреждения отключить. Могут где-нибудь без предупреждения, два дня может не быть. В мае село Михайловка Вольнянского района осталось без воды на четыре дня. Причина массового отключения – долги населения перед Запорожским водоканалом. Тогда Алла и её внуки спасались заранее приготовленными запасами. А недавно в селе появилось новое объявление. Предупреждают, что с 15-го числа отключат воду. Ну, как они говорят, вроде бы как бы должникам, но отключат они всем, потому что должникам они же не отрезают нигде ничего. Не отключают, тогда всем. Алла вместе с другими жителями села собрались возле сельского совета. Говорят, вода обходится дорого, но каждый месяц исправно оплачивает счета. Не понимают, почему перекрывать кран будут всему селу, а не должникам. Я плачу регулярно. Вот я сейчас заплатила за 30 кубов. Я заплатила 309 гривен. Долг Михайловского коммунхоза перед Запорожским водоканалом – почти 6 миллионов гривен. Директор селькоммунхоза и председатель сельского совета успокаивают людей. Подобное объявление – один из способов борьбы водоканала с неплательщиками. Эти предупреждения нам присылают каждый месяц. Вы знаете, мы каждый месяц вывешиваем постоянно эти объявления на почте, на магазинах. Это идет для того, чтобы водоканал тоже должен как-то бороться с должниками. Вот они высылают предупреждения, показывают, что они работают. Для того, чтобы не отключали в июне, в июле воду, в августе, в сентябре мы написали гарантийное письмо за моим подписом, что каждый месяц в июне мы должны были заплатить 85 тысяч гривен, в июне 100, в июле 100, август 100 тысяч. В июне отключали воду? Нет. Потому что мы сделали, в мае мы заплатили 85 тысяч. 85 тысяч. Мы выполнили свои обязанности. Борьбу с должниками представители местной власти планируют усилить. Для этого разработали новые договора на поставку питьевой воды. Но заключить их с должниками смогут только после того, как закончится срок действия нынешних договоров. На сессии было принято решение. Мы сейчас отпечатали новые договора на год. Не на пять лет, как сейчас. Новые договора. Потом, если свыше 300 гривен, в этих договорах уже указано, что мы имеем право отключать. До этого у нас таких договоров не было. Сумма долга растет с каждым месяцем не только из-за потребителей, но и из-за постоянных утечек на водопроводных сетях. Этот самый проблемный участок бесхозный. Он не состоит на балансе ни у сельсовета, ни у водоканала. А вот все потери воды списывают на счет местного коммунхоза. Я разговаривала о водоканале. Вам невыгодно. Вы понимаете, что гроши оседают оттуда. Вам выгоднее заключить напрямую договора с всеми людьми, которые живут в Михайловской сельской ради. На шуме не было сказано. Нам невыгодно это. А куда мы все эти потери будем вешать? Неисправные коммуникации громада села должна взять на свой баланс и найти способ их отремонтировать. Так с бесхозными трубами поступили в других населенных пунктах области. В Михайловке местные власти этот процесс затянули. Начиная с 2014 года было множество совещаний в углу госадминистрации. И даже было поручено местным советам те водопроводные сети, которые были без хозяина, так называемые, бесхозные. Их обязали в определенное время оценить и принять себе на баланс для того, чтобы можно было выделять субвенции из областного бюджета на замену каких-то участков аварийных водопроводных сетей. На сегодняшний день никто ничего не сделал. Объявление об отключении водоснабжения, говорят в водоканале, предупреждение не для должников, а скорее для местной власти. Именно она должна найти способ погасить долг. Мы обязаны предоставлять круглосуточно услугу в таких-то объемах, что мы делаем с завидной регулярностью. На сегодняшний день проплаты их не выровнены. То, что они там обещали 100 тысяч, на сегодняшний день заплачено 23640. Это вот в июле, за июнь, да. Отгрузили на 386, а платили 23600. Завтра представители водоканала встретятся с председателем и секретарем Михайловского сельского совета. Во время встречи обсудят, как ликвидировать долг перед коммунальным предприятием. Екатерина Свериденко, Андрей Снесаренко, Юрий Васильченко, ТВ5.